В финале всероссийского конкурса приняли участие команды поисково-спасательных служб Тихоокеанского и Северного флота, 12-го главного управления Министерства обороны, Госкорпорации Росатом и МЧС России. Участники конкурса – специалисты высокого класса, которые не раз выполняли сложные и ответственные задачи по проведению аварийно-спасательных операций. Конкурс посетила иностранная военная делегация из Пакистана и Индии. Они присутствовали в качестве наблюдателей, так как со следующего года этот конкурс может стать международным. Торжественное открытие соревнований началось с выступления официальных лиц – главы Сергея Вапасада Константина Негурицы и начальника 12-го главного управления генерал-майора Игоря Колесникова. Команды будут соревноваться между собой на протяжении трех этапов, по результатам которых определиться победитель. Желаю командам удачи в напряженной борьбе, а судим быть объективными и беспристрастными. Финальную часть конкурса по поводевой выучке аварийный район объявляю открытым. Ура! 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 Мы горды, что на нашей земле проходят такие соревнования, соревнования такого высокого уровня. Мы рады приветствовать команды из разных уголков нашей страны. Первыми на полосу препятствий вышли команды МЧС России и госкорпорации «Росатом». Полной экипировки им предстояло пройти маршрут, при этом перенося инструменты и необходимое спасательное оборудование. Взяв высоту, участники команды делили на себя химзащиту и противогазы, затем взломав дверь, вынесли пострадавших. Обследовать заминированный участок и ликвидировать возгорание – также этапы полосы препятствий. После погрузки аварийного контейнера участникам предстояло показать навыки вождения военным автомобилем. Финальным этапом полосы препятствий стала стрельба из оружия и команды финишировали марш-броском. Впервые в этом конкурсе встречаются военнослужащие и представители гражданских подразделений. «Команды и Росатома и МЧС имеют сплоченные коллективы. Нам было легко с ними разговаривать. Они имеют воинскую дисциплину в своих подразделениях. Сейчас нам нужно доказать, что мы помимо военных являемся также спасателями, которые могут выполнить задачи наряду с этими профильными министерствами». Директор департамента ядерно-радиационной безопасности Сергей Райков отметил, что такие соревнования очень важны и полезны для их корпорации, ведь у них имеется более 500 радиационно опасных предприятий. «В каждом из федеральных органов исполнительной власти, особенно госкорпорации «Росатом», есть подразделения, занимающиеся достаточно сложной работой. Это ликвидация последствий аварии. Это специалисты, которые называются спасателями. И их задача в самой сложной радиационной обстановке, аварийной ситуации выполнить свою задачу таким образом, чтобы не нанести ущерба окружающей среде и снизить те последствия, которые возникли при аварии». Конкурс «Аварийный район» пройдет в три этапа, по результатам которым и определится победитель. Роман Кренделев, Сергей Кошайкин. День города.